Всем привет! В общем, у меня тут был запрос, кажется, когда я еще была в деревне или уже приехала. Мои любимые тренды или что-то в этом роде. Вот честно, вообще могу посмотреть в телефоне, у меня вроде Wi-Fi тут включен. Но, чтобы уточнить, с другой стороны время тратить, да? Я недавно прискакала, ну не то что с работы, я думала, что подругой прогуляюсь, а подольше. Но получилось, что она устала раньше, чем я ожидала. Пришлось почти весь путь проделать на маршрутке домой. И по идее мне вроде как хочется на улицу, с другой стороны у меня появилось свободное время, и я могу все-таки записать видео. В общем, я так понимаю, что мне сейчас нравится в шмотках. Вообще, надо стоило, наверное, на ютубе глянуть, что это вообще имеется в виду. Но мне что-то совершенно просто некогда. И когда есть возможность выйти в сеть, я не могу, допустим, посмотреть то, что мне нужно. Или наоборот. Ну, в общем, я так понимаю, что что мне нравится в одежде на данный момент, и может быть, как там относятся какие-то там представители этой моды, или что-то в этом роде. Я для себя вот выработала примерно, как я хотела записать видео. У меня в голове там созрел этот план, но я не очень уверена, что это будет соответствовать тому запросу. Короче говоря, я так поняла, что это фирмы какие-то. То, что мне нравится носить, то, что там еще, и это нисколько, не знаю, обувь к одежде вообще относится. В общем, значит, пожалуй, просто вот покажу, скажу, что мне нравятся, какие фирмы вот я сейчас покупаю, или, допустим, хотела покупить, или с удовольствием выносила. И что вот это вот, допустим, я вообще думала, что это какая-то твое, или что-то в этом роде. Вот одно из таких интересных изделий есть у нас в магазине FIFA. Welcome to hell, да? Вообще в магазине моей сестры. Так, там какие-то звуки, там у меня кот куда-то запрыгнул. Она вот юбка по типу как под кожу. Ну, это как мне сегодня Машка, моя подружка, стебалась этот, как же он, из домашнего дермантина, или что-то в этом роде как-то так. Ну, короче, искусственное что-то такое, полиэстер. Ну, вот раньше я бы такое в жизни одела. Здесь вот кармашки, но это обмашки. А вот здесь уже такие конкретно глубокие кармашки. Я завтра думаю, или в ней, или там еще в одном платье выползти на работу, потому что я тут каждый день что-то новое одеваю. Не знаю, меня так просто прет. В общем, фуговички. Тут очень такая прикольная юбка. Мне кажется, вот, ну, не знаю, молодежная, наверное. Я себя к молодежи отношу. Можете там бомбить своими попками, ручками, эротиком. А, в общем, мне всегда раньше нравилась очень одежда фирмы Gloria Jeans. Но, насколько я помню, она потом что-то в Китае стала шиться. Там уже несколько, допустим, покупала шкофточку. Раньше была там, ну, там, 100% лен или хлопок, да. А потом уже куча химии пошла. В общем, мне очень нравилась и нравится сейчас одежда фирмы Твое. Российская. Марта, да, вот. И я раньше покупала, у нас был такой магазинчик. И, может, он неофициально был Твое. Может, там просто большая часть от фирмы Твое. Ну, в общем, у меня очень-очень много шмоток именно этой фирмы Твое. Одежды летние, не совсем летние. И я там покупала, у меня даже была скидка. Это, может, лет 5-6 назад у нас там в магазине «Разуга» было. Уж не знаю, он, по-моему, уже давно не существует. Этот отдел в районе, ну, в смысле, магазинчик этот в Угольче. Именно этим вот торгующей одеждой Твое. В общем, мне кажется, что у Твое очень классные вещи. И, ну, как бы, чисто вот для меня недорого и со вкусом. Потом ОДЖИ, мне нравятся у них вообще аксессуары и вещи, и шмотки. Я даже загуглила сейчас, посмотрела, как это питерская изначально фирма, и они назывались изначально ОГИ. Типа сегодня стенд копируется. Я не знаю, может ОДЖИ, может ОДИ, может ООДИ. В общем, ООДИ такая, И, кажется, так пишется. В общем, мне кажется, что они прикольные вещи, иногда такие необычные, ну, может даже сказать на любителя, но они мне нравятся. Я бы чего-нибудь подобное, вот у них вот что-то такое необычное, я бы стала носить. И по возможности даже бы, ну, чисто вот стала бы носить и даже, может, кому-то посоветовала бы. Потом, я не знаю, конечно, что сумки Медведкова совершенно не относятся к одежде, но вот чисто, там еще был вопрос в мой стиле, я так долго загрузилась на эту тему, вот, стала задумываться и понимать, что стильная, это не только одежда, да, вот сумки, допустим, аксессуары. Мне очень нравятся аксессуары и сумки. Вот у меня ремень такой кожаный. В общем, мне нравятся Медведковские одежда, шмотки. У меня даже карта есть скидочная, раньше она была на Маше какая-то там. Потом я как-то купила кошелек за 2000 кожаный и сумочку такую, довесок. У меня там была какая-то скидка, еще скидка, короче, теперь у меня карта 10% скидочная карта, дисконтная, ну, и, в общем, Медведкова мне очень нравится. Вещь у них очень, эти сумки, они долго живут, и дермантиновые эти, ну, в смысле, и искусственная кожа, и кожа сама по себе. Единственное, в этот раз у меня что-то рюкзачок, хотела его взять, чтобы показать. Он немножко, как-то он быстро из жизни выходит, там, змейка в одном месте отваливается, кармашка, еще что-то где-то потерлась. Очень быстро эта кожа дермантина этого молодого, о, Маша говорила, молодой дермантин, дермантин, вот что, я думала, домашний. Всю дорогу домой вспоминала, думаю, как она обозвала этот дермантин, эту ткань, да. В общем, мне нравятся сумки и всякие такие мелкие аксессуары, ну, там, пояса, да, ремень для рук медведковские. Мне нравится летняя обувь, которую я делала, потому что я в прошлом году покупала, а мне вот с мая по сентябрь прошлого года, и где-то там вот до середины июня хватило этого года, с мая по июнь, да, хватило этих тапочек, если бы меня, благодаря некоторым я бы в них не шастала, в дождь в сад, то им бы, может, хватило еще и до конца этого лета. Причем, мне очень нравится обувь Велин. У меня даже джинсы какие-то Велиновские есть. Ну, Китай, ну, Галим и Китай, ну, слушайте, в Китае тоже хорошие, классные вещи делать, потому что я помню, когда-то на Light in the Box заказала все джинсы за 400 рублей лет 5 или 6 назад. Чисто вот хотела натестить, ну, что там придет, что-то такое будет. Вот, пришли классные джинсы с кожаными маленькими кармашками сзади. В общем, у меня эти джинсы все еще живы, хотя я их, это, куда я в них только не лазала. Что еще-то про стиль, там, я не знаю, ну, сумки сказала, обувь. Обувь зимнюю, конечно, ну, или там на что-то еще. Я стараюсь, покупаю стабильно кожаную, конечно же, и стараюсь покупать каких-то этих, не знаю, белорусских, русских фирм. Какое, вообще, как-то я раньше не загонялась, но оно как-то больше русских фабрик выходит. И до сегодняшнего дня я думала, что это какая-нибудь там итальянская или еще какая-нибудь фирма оказалась русская. В общем, по ходу дела я люблю все русское. Такая это патриот, блин, одеждовый. Я подозреваю, что видео очень сумбурное. Я что-нибудь забыла сказать. Я что-нибудь не так поняла стопудово запрос. И, может, что-то еще, я не знаю, даже. Ну, что? Что-то такое. Ну, те зелено-желтые джинсы вы меня видели в каком-то влоге на нашем с Аленкой. Кто не смотрел, посмотрите. Я даже глянула, что там за фирма. Я не помню, что за фирма. Но какая-то тоже сделана, не поверите, в Питере, в России. Там какое-то такое название, я просто не запомнила. Там что-то на цели, концепт или что-то. Ну, в общем, или на цели, или на кэп. Вот это-то... Блин, тут где-то было написано, что это. Видимо, помимо стопроцентного ЭПЛСТ, тот самый ярлычок я, наверное, состригла. И поэтому мы не узнаем, кто это. Ну, тут мисс Нюнс или что-то в этом роде. 38. Размер 38. Ну, вот у меня такая кофточка. Это год назад покупала перед Беларусью. Тоже... Короче, как-то у меня получается, что я покупаю, как потом выясняется, вещи русского производства. Ну, в общем, мне очень нравится твое. Я вам рекламу твое. Я вам советую твое. Твое вообще классное. Ну, и иногда у меня получают там всякие такие домашние халатики. Вот у меня все вот эти домашние шмотки, у меня стабильно производство Ивановского. Мне... Я не знаю, какие там фирмы есть в Иваново. Но вот у меня родня, там знакомые ездят. Они вот чисто даже просто что-то мне специально дарят. Или случайно что-то дарят. Но вот так получается, что когда дарят, оно стабильно вот Ивановский, этот хлопок, лен, не знаю. Мне очень нравятся еще такие, знаете, брючки прямого такого покроют, как, ну, классические такие брючки. Вот я очень мечтала о таких брючках. Леновые, как бы я, как бы рассказала, Машка моя подружка. И голубого цвета в Беларуси, помню, в прошлом году купила. Леновые голубого цвета. Вообще, я люблю брючки вот такие классические. Брючки слегка крешеные, я тоже люблю. Джинсы мне нравятся обычные, но последние лет пять почему-то мне нравятся в обтяжку. Вот раньше я их терпеть не могла, эти скинны или как они там, скинни, которые выглядят, будто это ваша вторая кожа. Но внезапно они мне очень нравятся. Хотя раньше я тащилась исключительно джинсы-клёш от колен, так широкие такие. Раньше у меня был чисто классический стиль в одежде. И сейчас я вообще без понятия, какой у меня стиль, потому что я как-то на эту тему не сгоняюсь. Потому что, честно, в последние несколько лет, ну, вот там что-то одеваешь, что мне нравится, а какой это стиль. Кто-то там, не помню, на какой-то мой древний видос гардероба сказал, что вот у тебя бабушкин гардероб. Слушайте, люди, вы не видели бабушкин гардероб, со мной училась девочка. Ну, в общем, с первого по последний класс, по одиннадцатый. И вот она одно время, ну, практически сколько я себя помню, она в школу ходила, вот реально, будто из бабушкиного сундука. Но я не знаю, куда в неё мама смотрела, или маме совершенно пофиг было, но она приходила в школу, вот реально, будто сундук открыла, нацепила и пошла. И вот она такая молодая, красивая девочка, да, ну, в смысле, вот школьница такая, классная школьница, да, вот фигура, всё, и вот на ней вот это всё одет, что вообще не поймёшь, мальчик там или девочка. Ну, если там не длинные волосы, там, или чуть-чуть не накрашенные. Так что вы не видели ещё бабушкин гардероба. И ещё сегодня я тут просто зашла, что-то с работы в контакт, на ютуб точнее глянула, ну, через контакт в ютуб. У меня там что-то куча комментов таких, ну, я половину почистила, там кто-то мне, ааа, оа, ты такая, я плохая. Да, ну, как обычно, вот эти вот тралалашки, я чё заметила, там, вот, мне приколы, когда, чё вспомнила, там, когда на старый видос кто-то кому-то чё-то советует. Мне кажется, вот, писать какие-то советы на старый видос, которым год или два, там, времени, да, вот, человек там какой-то, вот, как я этот АСМР начинала, и как я его сейчас делаю. Вы всё равно, вот, там, кто-то начинает, когда кто-то начинает смотреть видео, оно всегда сначала плохое, потом хорошее. Всё равно, что, мне кажется, ребёнка-младенца, там, упрекать, что вот ты родился, но ты ещё не ходишь. Вот почему-то ты не ходишь или ходишь не так, да, почему-то, надо совсем по-купнуто быть. Начала с запроса, закончила болтовой день. Я сегодня ещё постараюсь записать два обзора на кофе, потому что я сегодня заходила в магазинчик, зашла вниз купить что-нибудь на обед. Увидела почти у кассы кофе Буш и Дорет, 500 или с чем-то там, ну, естественно, я его купила. Хотя я собиралась, вообще-то, посидеть с подружкой в кафе, но в результате сложилось даже так, что у неё сил не было, не то, что она погулять даже на кафе. В общем, вот такой видос, я надеюсь, что я всё-таки хоть чуть-чуть правильно уловила суть вопроса. Ну, и сказала то, что, наверное, надо было подлиннее это сказать. Мне казалось, что у меня очень длинный будет видос такой, балтологический, такая-то юбочка. Я ещё сначала думала показать это всё, в результате показала только одну юбочку. Кстати, вот те джинсы, которые жёлтые, зелёного, непонятного цвета, на ценнике не были жёлтые, на самом деле не были салатовые. Вот года два, даже год назад я бы такие не купила, мне бы было стрёмно в них ходить. А мне сейчас вот нормально, вот жёлтые джинсы, юбка такая непонятная. В общем, если вы досмотрели до конца, то вам большой-большой позитив. Ну, и всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Продолжение следует...